Всем привет, с вами Ресим и добро пожаловать на канал о симуляторах. И сегодня мы посмотрим демоверсию Climber Sky is the Limit, симулятор альпиниста, где нам предстоит покорять вершины. Что ж, желаю всем приятного просмотра. Начнем восхождение. Итак, для начала нам доступно обучение. Мы будем взбираться на гору на 8000 метров над уровнем моря, я так понимаю, чтобы понять, как это вообще делать. А далее будут доступны остальные вершины. Ну, я не знаю, конечно, в демоверсии все ли будут доступны, но в полной игре это точно. Здесь вот будет Эверест и К2. И К2, по-моему, считается более сложной на подъем, чем сам Эверест. Итак, выбираем нашу обучающую вершину на 8000 метров. Здесь вот показаны все точки маршрута, которые надо будет пройти. Сложность 1 звезда. Также у нас здесь показаны необходимые предметы. Лестница, крюки, веревка, куртка, шоколадка обязательно. И штаны теплые. Кое-что не отморозить. А далее мы будем сейчас перетаскивать все купленные вещи в рюкзак. И так, чтобы центр тяжести был строг посередине, и нас не перекашивало влево или вправо. Раз этот показатель, в принципе, есть, значит, он на что-то будет в игре влиять. Так, перетаскиваем сейчас свои шоколадки в рюкзак. Раз, два. Так, теперь вот этот винт для льда. И суп. Я взял с собой походный наборчик. Нажимаем далее. И сейчас приступим к экспедиции. Так, мне чего-то не хватает каких-то предметов. А, здесь нужно винтов было четыре купить, веревки две, а шоколадок аж семь штук. Все остальное у меня есть. А вот суп можно было и газовую горелку не покупать. Так, перетаскиваем все необходимые шоколадки, которые нам нужны. Здесь плохо, что нельзя щелкая по значку сразу их перетаскивать, покупать. А приходится все таскать по одной штучке, что очень неудобно. Итак, переходим к упаковке всего, что докупили. Чего нам не хватало. Так, винты распределяем. И сейчас, так, шоколадку. Так, а вот веревки у нас места как бы занимают побольше. Так что надо все это сдвинуть. Вот газовую горелку, да-да-да, кастрюля или что это, чашка для супа можно выкинуть. Они нам здесь не нужны. Так, сейчас все распределим поудобнее. Да, вот шоколадки. Свободные места. И осталось. А кирка нам тоже не нужна. Итак, вот он снег белый, горы. Горы выглядят как-то слишком сглаженно, по-моему. Никаких как будто острых углов вообще нет. Но все равно, в принципе, для симулятора это, наверное, сгодится. Так, вот наш базовый лагерь. Идем к отметке начала. Тут чьи-то вещи. Брать мы их не можем. Чужое не трогать. Так, идем к следующей отметке. Здесь у нас камни. Так, снова всплывает подсказка о том, как вскарабкаться. Так, поднимаемся дальше. Так, снова подсказка о балансе. Если неправильно ходить, можно соскользнуть с камней и свернуть себе шею. Да, наверное. Так что нужно всегда быть осторожным. Берем сумку припасами и идем к следующей отметке. Еще выше, на 300 метров. Кстати, каждый шаг отнимает наши показатели выносливости, стресса, голода и температуры. Так, продолжаем наше восхождение на 8000 вершину. Здесь, кстати, есть подсказка о сложности рельефа. Вот, в обучении выскакивает тоже. Правда, не знаю, на затраты выносливости и всего остального это как-то не очень сказывается. Ну да ладно, продолжаем дальше. Так, вот у нас какая-то стена вертикальная, но на нее залезть нельзя. Похоже, это чистый лед. Да, вот черные точки показывают недоступность этого пути. Значит, нужно лезть в обход по камням. Вот, отметку я, похоже, прошел. Так, давай запрыгивай. Так, забираемся еще выше. Отлично. Так, продолжаем восхождение. Забираемся на следующие выступы. Так, подъем далее. И вот уже следующая отметка почти рядом. 60 метров. Здесь ровная площадка такая. Так, здесь пока тоже все запрыгиваем, запрыгиваем. Пока ничего особенного. Здесь еще есть вот некоторые проблемы с анимацией, потому что когда я прыгаю, он руками машет, но не хватается ни за что. Это выглядит довольно странно. Так, вот у нас следующая стена. Здесь мы будем карабкаться. Небольшое обучение. Так, подходим к стене, жмем F и начинаем подъем. Так, а здесь еще вот рюкзак у нас заблокирован, пока мы заняты. В принципе, это логично. Свою руку вывернуть так, чтобы засунуть в рюкзак, крайне сложно. Ну, хотя, может, кто-то сможет, но сомневаюсь. Так, а тут мы выбираем зеленые точки, так, чтобы расход сил был как можно меньше. Но это не всегда получается, так что придется иногда и на желтую ставить отметку. А так, потихоньку поднимаемся, шаг за шагом, пока не дойдем до самого края. Наконец-то вскарабкались. Теперь посмотрим, куда нам идти дальше. А дальше вот вдоль этой скалы. Так, здесь у нас обрыв. Ага, вот здесь как раз потребуется лестница. Сейчас достанем ее из рюкзака, в быстрый слот, и можно будет разместить ее вот здесь. Только нужно как-то правильно это сделать, чтобы она стала зеленой. И не упала никуда. А мы вслед за ней. Так, все, лестница готова. Можно приходить через эту расщелину. Так, проходим по лестнице, держа равновесие. Я думаю, в реальности это вызывает гораздо более сильные ощущения. Выглядит гораздо страшнее. А следующий шаг это использование вот этих крюков, винтов и всего остального, что нужно для закрепления страховки. В общем, сейчас выберем место, куда воткнуть винт свой. Вот здесь опять подсказка о том, что лед скользкий. Что, в общем-то, кто не знал, тот теперь будет знать. Особенно на вершине горы на лед вообще лучше не наступать. Так, ставим сюда наш винт. И закрепляем свою страховочную веревку, чтобы в случае чего не улететь вниз. К своему несчастью я пару раз уже упал, но закрепленные мной винты остались на месте, поэтому я могу снова пройти по тому же пути. Так, закрепляем снова страховку и проходим дальше. У веревки здесь, кстати, ограниченная длина, поэтому нужно через каждое определенное расстояние ставить вот эти винты. И также крепить веревку дальше, иначе пройти не получится. Так, я вышел из зоны льда. Теперь можно поднять веревку обратно себе в инвентарь. А вот винты останутся здесь навсегда, как и весь мусор, который с собой берут. Так, забрал веревку, теперь продолжаем восхождение дальше. Но перед этим распределим свой инвентарь, чтобы центр тяжести сместился куда надо. Вот, теперь хоть больше похоже на правду, можно продолжить восхождение. Так, забираемся дальше. Новая отметка. Так, здесь мы будем использовать ледорубы, чтобы по ответственной вот этой стене залезть наверх. Так, жмем. Ага. Вот, здесь нужно тоже учитывать, по каким местам мы будем карабкаться. Видимо, если в красную зону попасть, можно и сорваться. А здесь еще камнепад или ледопад, как это назвать. Правда, он ни на что не влияет, но добавляет некой атмосферности. Так, я почти на вершине. Все, залез. Так, что-то мне мешает, чтобы залезть до флажка. А, здесь вот черный, надо немножко обойти. По вот этим камням можно запрыгнуть. Отлично. Вот такой вид открывается у нас с вершины. Довольно красиво, если бы не было так все заглажено. Так, жмем на флажок. Итак, нам потребовалось 21 час 5 минут игрового времени, чтобы зайти на эту вершину. Довольно долго. Да, и далее у нас открылась следующая гора, на которую мы можем зайти. Здесь уровень сложности 2 звезды. На маршруте, кстати, есть альтернативная дорога даже. Она подлиннее. Странно, конечно, потому что каждый шаг у нас отнимает нашу выносливость, температуру и все остальное. Поэтому довольно странно, зачем он нужен. Здесь у нас, кстати, используется палатка, спальный мешок, газовая горелка, кружка для супа и сам суп. А также у нас новый спонсор, который все это оплатит. В принципе, суть игры понятна. Но я сейчас покажу тогда все кадры, касающиеся новых предметов. Как их использовать и что куда и к чему. Итак, поставив палатку, нужно быстренько в нее залезть и начать приготовление супа, чтобы согреться. Иначе можно насмерть замерзнуть. Устанавливаем газовую горелку. Ставим свою гигантскую кружку-кастрюлю для супа. И начинаем готовить супчик из пакетика. Ну а как только перекусили, можно переходить и ко сну. Теперь вот по обучению разворачиваем коврик. Но перед этим нужно сначала вырубить газовую горелку, потому что этот шум просто раздражает. А также не приносит никакого тепла на самом деле. Теперь берем коврик. Поставим его в быстрый слот и спальный мешок. Расстилаем вот в указанном месте, хотя бы приблизительно. И укладываем на него спальный мешок. Какой стороной не важно, главное расстелить. Все, можно переходить в спящий режим. Здесь мы сами устанавливаем время, сколько будем спать, чтобы восстановить наши силы, стресс и температуру тела поднять. Поэтому в принципе, чем больше поспим, тем лучше. Ночью альпинизмом лучше вообще не заниматься, потому что от фонарика освещения вообще крайне мало. И ни черта не видно. Поэтому лучше это при дневном свете делать. Поэтому лучше поспать, выйти из палатки уже когда светло. И продолжить свое восхождение на вершину. Если бы я пошел покорять вершину в реальности, я бы уж, наверное, помер несколько раз. Так что лучше уж это делать в симуляторе. Так безопаснее. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Увидимся в следующей серии. А пока, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok